Солдат войну не выберет Как славно не тянуть резину, что в острые цели там не те Менять густые магазины, не сомневаясь в правоте А наши пули уже в стволах, а наши мины взрывать или в дед Но знает только Иисус да Аллах, кого, когда, почему и где И разрешение не спросит и не бросает вверх монет Кому-то просто в грязь забросит, кого размажет в обранье Кому военные карьеры и депутатские права Кому под брюхом БТР в чеченском поле зимовать А наши пули уже в стволах, а наши мины взрывать или в дед Но знает только Иисус да Аллах, кого, когда, почему и где Солдат войну не выберет Война его сама берет Того, кто кулину не цирает Того, кто в телеску наберет Я никого не достану Я ничего не боюсь Просто вот так сижу и пою Этот армейский блюд Где-то по кухне гуляет жена Кроткая, словно лань Но вокруг ликует страна Бурки, менты и пьянь Ты сигареты, круги по воде Ветер в трубе сопит Где-то за скалами важных дел Дебель наш тихо спит Дом в новостройке, да тут на луне Ближе не для меня Эту недвижимость выдадут мне До смерти за два дня Ну-ка налей-ка себе и мне Думаю, чтоб она Мы ведь с тобою служим в стране Круглые сутки брак Путь далек у нас с тобою Веселей, санта, гляди Бьется знамя полковое Командиры впереди Командиры не боятся Ни мороза, ни жару А в строю нельзя смеяться Надо только видеть грудь четвертого человека В телеке скачет столонный крутой С крупным таким ножом Нас победить не сумеет никто Кроме водки и жон Материарная помощь за прошлый год Не оставила в памяти след В телевизоре снова российский народ Стал мишенью для бед и побед А на майские праздники будут салют Я считаю, что это плюс Ну чего же еще, наливай-ка, брат И пропой наш армейский блюз Мы ракетные войска Нам любая цель брызгает Мы стоим прочнее скал Цвета нужного доска Время, Ангора, Афганистан Штаты, Ирак, Вьетнам Видеть красивые эти места Жизнь подарила нам Вильнюс, Тбилиси, под вкусом горит Поклик, Суфуми, Чечня В новой эпохе название звонит Новый туризм для меня На пирсе тихо в час ночной Тебе известно лишь одной Когда усталая погодка Из глубины идет домой Когда коньяк, портфель и водка Из глубины идут Хлопаем домой Идут домой Спасибо Ребята, я хочу сделать неприятное объявление Третья песня Перед третьей песней Не, я потом лучше сделаю, не важно Третий тост, третья песня Давайте помянем, да? Как положено Потому что у каждого есть Кого помянуть И люди достойные Потому что военные Это, я считаю Главные люди в России Все-таки Судя по тому, что сейчас происходит Происходило, да и будет происходить Вот У нас сейчас, конечно, временное промыкнение разума Но оно, я думаю, исправится Через какое-то время У нас все время что-то происходит Я помню, как Нас собрали Я по званию капитана Нас собрали на собрании Говорят, вот Вы знаете Пришла бумага из общества Живое кольцо Это был 92-й год Вот ряду офицеров Необходимо присвоить Очередные Воинские звания досрочно За то, что они ходили защищать Белый дом И фамилии считают Нормальные мужики все То есть не там Не шаполизы, извиняюсь за выражение Нормально работали Все как положено Я сижу и думаю Ну какое в армии может быть обсуждение Есть начальник Есть служебная деятельность Есть какие-то вещи Которые мне не положено знать В конце концов Я капитан А это подполковник Ну ладно Ну, стали выступать Один вышел Второй Один вышел и говорит Давайте дадим Второй говорит Давайте дадим Третий вышел полковник Он говорит А что, я вот ходил 8 лет капитаном А что это им Нет, вот Вот им фига Пусть ходят Как положено Проголосовали 48 за 52 против Представляете, да? Нет, у меня-то была В полной уверенности Что будет 98 за И один воздержался Ну неважно Так самое смешное Ну и разошлись все тихо Так сказать Рыдая в душе Самое смешное Что через две недели Мы узнали Что тихо Всем присвоили И досрочно звоняя И люди Получили там свои звезды Бешеные Значит И стали служить Да, ну неважно Ну а так Я эту песню посвящаю Дедушке своему Гилье Алексеевичу Калинкину Павшему смертью в хребрах Где-то 28-29 июня 1941 года И всем нашим Которые не дожили До сегодняшнего Красивого дня До нашей демократии Да просто до нашего светлого удача Калин, да, мы вернемся с войны Красивые и молодые Овейный дымом побед Когда мы вернёмся с войны, Нас встретят хлебами на грудь, Нам громкие скажут слова, Как правильные мы не нужны. Мы были надеждой страны, Постанем нормальные люди, Нам выпить мы и закусить, Когда мы вернёмся с войны. А когда мы вернёмся с войны, Все девушки будут прекрасны, Все женщины мудры были, Доступны, тихи и нежны. Мы будем их и вечера любить, И чёрных, и белых красных, И утром, и ночью, и до нём, Когда мы вернёмся с войны. А там высоко над землёй, Над самой высокой вышкой, Кому и куда повезло, В раю или, может, в воду. Уйдя из разорванных тел, Погибшие наши братишки, Внимательно и свысока Нас видят, и слышат, и ждут, А мы похмельимся с утра На форме заштоплены. И снова суровый приказ За людину вой пойдёт. Но всё же наступит пора, Фурмаштин там без козырки, От нужды и когда-нибудь всех Мы к ним неприятно придём. Чтобы камень... ...как тогда мы вернёмся с войны... Как тогда мы вернёмся с войны... АПЛОДИСМЕНТЫ То, что происходит, состояние погоды, время суток и так далее. А сейчас я просто хочу попеть. Наверное, может быть, потому что нам сказали, что всех нас уволят. И жить нам осталось в этом состоянии агрегатном какое-то небольшое еще время. А я сейчас попою песни, которые, мне кажется, будут вам интересны сейчас. Ну и, наверное, потому что они мне тоже интересны. Раз вы пришли на наш с Игорем Николаевичем концерт. АПЛОДИСМЕНТЫ Четвертую песню я хочу распеть. Так нам повезло. Я помню, вот, все говорили, что нам не повезло, у нас войны на нашу эпоху не пришлось. На самом деле это вызовы по полной программе, как говорится. Самые чудесные войны, видимо, нас еще впереди ждут. Потому что после войны с Грузией уже, как говорится, невозможного нет. И я сейчас хочу спеть посвящение старшему лейтенанту Сашке, с которым я познакомился в Терсколе в 1993 году. Вот. Сашка приехал со своей другом Колькой. Денег у них было немного. Они еще посередине заезда позвонили подружкам в город Минск. И подружки взяли и приехали. Вот. И мы собирали папки по всей группе нашей, чтобы люди могли хоть девчонок попоить там, чем-нибудь сладить им. Вот. А Сашка командовал свои 20 с чем-то лет. Командовал разведротой. Вводился в боку. Ну и после двух стаканов водки рассказывал, как это все происходило. Вот. Мы сидели, слушали и не знали, то ли плакать, то ли смеяться. Вот. И вот. ВДВ плюс ВТА равняется советская власть за Кавказией. В мутной воде заблудиться так просто Между течениями стрелительных вбродов. А на плечах и погоны, и звезды. И эти люди ведь твой же народ. И невозможных приказа нарушить, и не нарушить приказа нельзя. Господи Боже, спаси мою душу, не отведи от прицела глаза. Кровь пацанов, там, где кровь лейтенантов, злобы, слепой, ненавидящий взгляд. Жизнь, как мундир, по краям самым кантам. Ты человек, но ведь ты и солдат. Мир хрустальный бокал, кем-то брошенный опал. Что не склеить уже, ни сложить, ни собрать. Я, наверное, устал, стал неплотно захлопнув. Пусть идёт без меня. Злая эта игра, слепо корявый двадцатого года, Выбравшим рельсы военной судьбы. Теми, кто зрело, предан и продан, Теми, кто справа, осмеян забыть. Скрыться за здесь, за забором бутылок, Чтобы не слышать, чтоб не замечать. Только внезапно ударить в затылок Схожестью в фабу тогда и сейчас. Господа, господа, что же с нами-то будет? Всё уходит в песок, вера, жизнь и вода. Нам беда не беда, пусть Господь не осудит. Были в совести честь, господа, господа. Степан Атьерт и Бакуин с Хенвали, Буквы простые, без жалостных фраз. Время для жизни мы не выбирали, Время приказом назначило нас. Красный флаг, красно-белый и синий, Как далеко судьба не вела. Только бы крепко стояла Россия, Только бы Родина наша была. В мир хрустальный бокал, Кем-то брошенный опал, Что ни склеить уже, Ни сложить, ни собрать. Я, наверное, устал, Ставь неплотно захлопнув. Пусть идет без меня Злая эта игра. Пусть идет без меня Злая игра. Злая игра. Сказали, что должен приехать Какой-то большой начальник. Ну и обратно я решил Не лезть через центральный вход. Там стоят всякие начальники. Ждали. А я зашел через третий пост. Вот, ты помнишь. Вот. Меня пропустили. Значит, Столовку проник через ворота. Там. Вот. И поднялся наверх, покушал. Пускайся вниз. И что-то меня остановило Последний момент. Одетый был в обычные Спортивные штаны, Майку. Вот. Мокренький, естественно. После пробежки. Я стою перед дверью, Открываю дверь. Там щель небольшая. И на той стороне, С той стороны двери Кто-то объясняет Другому человеку, Как нужно заниматься нашей работой. Громко и красиво. С применением неформального лексита. Ну, вы знаете, да, Что после Великой Отечественной войны Значит, Специалисты разных вооруженных сил Наши стали считать. Вот. Почему же так все произошло? Выяснилось, Что вот в немецких словах Семь букв в среднем, А в английских четыре. Поэтому пока немцы Передают свои боевые распоряжения, В заключении их уже Впевают замочить. Стали выяснять, Что в нашем среднем слове Пять блоков оказывалось. То есть, как бы непорядок. Да. Ну, нужно, чтобы... Но потом кто-то умный Сообразил, Что когда начинаются Боевые действия, Что русские военные Переходят на мат, В котором, как известно, Три слова, А в некоторых даже два. Вот. В этом нам бояться нечего, Дорогие друзья. Мы приедем планеты всей. Да. И вот мужчина с той стороны Объяснял другому мужчине С помощью этой самой лексики. Он, видимо, Увел боевые действия, Как нужно этим заниматься. Вот. И я так в дырочку Осторожно посмотрел, Там с той стороны стоял Начальник генерального штата Советского Силы Российской Федерации, Генерал армии Атолий Квашниев. И рассказывал дяде Юре нашему, Значит, Как вот это все нужно делать. Вот. Ну, я думал, Господи, успею я, значит, До конца рабочего дня. Или я так проведу остаток дней В майке столовой. Ну, слава Богу, Все закончилось. А почему я это все рассказал? Потому что вот песенку, Которую я сейчас вам покажу, Она родилась В замечательные девяностые годы, Когда мы сдали зарплату, Как ману небесную, Когда на Новый год 30 декабря Пришел наш финн И сказал, что Ребята, извините, Значит, декабрьский день И вам заплатят в феврале. Ну, и счастливые офицеры пошли, У кого были машины, Бомбить, У кого не было машин, Не знаю, Грустить пошли. Вот. И песня. Получилась такая песня, Которую потом Мне сказали Мужики из ГОО, Что вот эту самую песню Товарищ Квашни Цитировал на одном из коллег Из сердца Огрома Российской Федерации. У полковника ГШ Нету денег ни шиша, Хоть как гардами С нашлихами блестит. Он уверенно идет, Где в метро бесплатный ход, А в кармане ветер Весело свистит. Можно матом по врагам, Демократам и долгам, По Минфину, По Ночфину и Чечне. Но пройдет минута пять, И начнут зудить опять Мысли грустные В военной голове. У полковника ГШ На работе кореша Сеет коричневый До стол, чего грешит. Спирт во пляж Спитерой, Кустушонки байконовой, Все, что нужно Для лесораниной души. А где-то Город Кандагар, И на стволе Густой нагар, И вертушка Над зеленкой улетит. Сколько он прошел засад, Сколько вывел он, ребят, Да из последней Что-то долго не уйти, А из последней Что-то долго не уйти. А он не верит Ни в приметы, Ни в политические Карты болеют, Он нужен был Тогда в туалетах, А вот сейчас Как будто нет. И винить-то здесь Кого, Да себя же самого, Кто же думал-то, Что все пойдет вот так, Что вот так Ценить начнут Этот самый радный труд И червонец превратится Твой фритак. У полковника Гоша По ночам болит душа, То ли от Курева, То ли от веселых дум. У полковника Гоша Нету денег ни шиша, Слава Богу, Хоть остались честь на ум, Слава Богу, Хоть остались честь на ум. А он не верит Ни в приметы, Но дома держит Под билет. Но он нужен был Тогда в туалетах, А вот че, байса, Вроде нет. Но он нужен был В стране советов, А вот теперь Как будто нет. И буду я служить В наряде. У нас принято ставить Наряд, Дежурный по части. Ну и вот как-то Целый год я не ходил, А потом меня поставили. А вы понимаете, Вы представляете, Мужики, Что чувство, Когда ты здесь в наряде, Дежурный по части, Я вообще говорю, В наряде. Полное счастье. То есть тебе не надо думать О том, что было, Не надо думать о том, Что будет. Вот, Семья где-то далеко, А вот у тебя есть любимая, Значит, твоя контора, Твои любимые заместители, Вот, И ты должен о них заботиться И сделать как-то так, Чтобы вдруг в случае чего, Там, И так далее. Да, И вот это состояние волшебное, Я его как бы Очень люблю, Потому что Не нужно как бы Заботиться. Вот есть Конкретная задача, Ты должен ее выполнить. И буду я служить в наряде, Совсем и мной, Хотя и здесь, И стану я таким, Как надо, А не таким, Каким я и есть. И будет вновь души горение, И рай дежурки, Шалаше, И чувство удовлетворения В твоей поселиться душе. Поселиться не на минутку, Не как от водки с огурцом, А буду я, друзья, Все сутки считать себя Творца-винцом. Я буду говорить, Как надо, И указания выдавать, И всем командовать парадом, И честь красиво отдавать. Я буду действовать, Как должно, От приводных, Калюзных, По сути, И в нашей родине Безбожный порядок В этот день наступит. И подчинившись моей воле, Произойдет добра немало, И даже, Блин, Саакашвили, Закроет, Блин, Своё хлебало, И за околицу и вешни, И в тональность попадет гармошка, И тетя Дуся, Протрезвевшая, Грибочков наберет лукошка, По совести, А не по пьяни, Делов наделаем мы разных, Полюбят тазеров армяне, И будут всюду мир и праздник, Пойдут военные обряды Лишь установленным порядком, И будут там носки, Где надо, И там, Где надо будут пятки, В евреев любятся арабы, В арабов любятся евреи, Да здравствует начальник штаба, Хочу, Хочу, В наряд скорее. Горнолыжники есть, Нету. Нету, да? Я просто писал, Есть, да, Горнолыжники? Вы пришли на призывы В прельбосе, да? Да. Ну, ребят, Я попою немножко, Горнолыжники, Ну, вы поняли уже, Что вас заманили С силой и угрозами. Ого! На животе красивые бляха, Неугасимые огонь внутри. Детянин, да? Когда тебя посылают, Ты улыбайся и благодари. Они, пославшие, добрые люди, Сказали честно, Мужчина, иди. Вся штука в том, Что сделано будет дело, Которое ты их переделал. И не вздыхай, как старое дело, И не вздыхай, как юное дело, Которое показали впервые. Ты будешь направо, Ханить налево. Задачи никто не снимал, Боевые. Ты будешь потеять свою рубаху От чувства внезапного озарения. Вот тебе раз. Я и послан Ведро воды на душе горения. А как же важность задач Очень редких. А как же срочная, Что бьет по жопе. А воинские традиции предков. А в Штатах враги. А враги в Европе. Не надо рвать на лице Своему кожу. И улыбнись спокойно и кротко. Тебе уже никто не поможет, Кроме большого стакана волки. Ты не сопи, как старая лошадь, Обратно вернись, Посмотри, нет ли дам. В дверь постучи, Вытри калоши. И славы Пошли тогда. И вновь за окном Зашумят березки. И солнышко в глазки Посветит вновь. И будут вновь тебе Жизнь и слезки. Ну и естественно, в целом Любовь. Морозова никто не видел. Морозов мне обещал, Что он придет. В начале восьмого. Если Морозов не придет, То Морозову придется быть мне. Я знаю две Морозовские песни. Песня по ним хоров. Ребята, я сделаю ужасное объявление. Дело в том, что сейчас все время Постоянно происходят какие-то реформы Под предлогом кризиса. Вот. И, значит, В общем, так. Я скажу, вы сами все поймете. Только не обижайтесь, ладно? Значит, мы с Морозовым Издаем новый диск. Да. И если вам хочется Этот диск увидеть, То я поставлю Вот. Чехол от деталек. Вы туда положите, И потом, когда будете уходить, По сколько там? По 200 рублей. Если вам захочется, конечно. Если мы напоем с Морозовым, На 200 рублей. Если не напоем, не кладите. Можете даже забрать, Что там будет лежать. Значит, вот так вот. То есть это называется Спонсорская помощь. Вы все поняли, да? Ребята, я прошу прощения За такое безобразие, Значит, но это вот Не от нас зависело. Потому что, когда мы уже все сделали, И уже все это самое, Нам позвонили, сказали, Вот, мужик, извини, Значит, вот только вот так вот. Вот так вот и все. Ну, да, и я хотел как бы сейчас Немножко спеть песен. Обычно военных ассоциируют С такими железобетонными людьми, Которые, значит, Пополняют боевые задачи Ценой своих подчиненных в жизни. На самом деле, это не так, Военные такие добрые, Улыбчивые создания, Наивные и безгрешные, Я ему скажу, Которые говорят, Что мы вам дадим зарплату, И они говорят, Да, да, Мы вам дадим квартиру, И они служат себе, Все равно медленные ходят в ботинках, В поглаженных штанах, И даю честную группу с проводом. Песня ужасов. В нашем уникальном центре, Один лет десять назад, В год тысячи служат тогда, Значит, один лейтенант Написал себе визитную карточку Главное управление Генерального штаба вооруженных сил Сверху. Дальше толстая линия, Подним тоненькая. Старший офицер по работе информации, Звонил ему и писал, Потому что тянут, Большими буквами фамилии там, Семенов Александр Викторович. Большая линия толстая, А, сверху звучит это самое. Орел. Внизу написано Москва, Волоколамское шоссе, Дом такой-то. К-160. Рабочий телефон, Служебный телефон, ЗАС. Спасибо. ЗАС. И номер. И он потерял это возле первого поста, Зашел к жирку, Занкомандир части. Самое удивительное, Что мужчина служил, действительно. Его установили через два дня. Больно мне, товарищи, и страшно. В ужасе кружится голова. На полу секретная бумажка, А на ней секретные слова. Это раздельтай какой-то страшный, Не хранит закреты октября. И списал секретами бумажку, А потом вот взял и потерял. Лето нам теперь уже не лето, И не лезут в гурлах и ради, Так как все военные секреты Будут знать коварные враги. И узнают в творческом ухаре Коды наших кодовых дверей, И узнают, кто у нас татарин, И узнают, кто у нас яврей. Пьют ли спирт, который льют в ракету, И где в Волде вводятся сомы. Ну и как зовется Баба Эта, Ну что называют мать Кузьмы. Сколько у Аки сухая масса, Машина как-то, И чем нашу совесть разбудить. В общем, все узнают, Папуасы, И начнут немедленно вредить. И опять наступит перестройка, И придет к нам лысый Карпачок, И опять мы полетим в помойку, Хлопая в мордуши горячо. Задчизну ничего не страшно, Вытерпим и холод, и жару. Подниму секретную бумажку, И ее немедленно сожру. Мирными останутся рассветы, Непогласны всякой фиготе, Потому как родины и секреты Спят в моем надежном животе. Ну, офицеры, Ну, офицеры эти несчастные, Ужок Андрашка вас пробьет, Ужок амиссия ужасная, Зубами клацая идет, Неотвратимо приближается Большим асфальтовым катком, И все живое ужасается, И летит в схрон под браку. Там, где проходит член комиссии, Там ничего не уродится, Там травы засыхают с листьями, И падают на землю птицы. Кто кипятком о страхе писает, То от него же жидким селет. Ужасней, братцы, чем комиссия, Нет во вселенной этой зверя. Бьют долг и честь полку копытами, И мужество тихо подвывает, И при грешении позабытые, Из бездны памяти всплывают, Приходят мысли беспросветные, С суровой совестью у куром, Как ты, листочки совсекретные, Таскал в штанах по коридору, Как пропуск обронил на лестнице. Что ж дальше родину продать? И душит стыд зажив бесчестную, И не дает спокойно спать. И плачешь ты, Простите, граждане, И сопли локтем утираешь, Заболеваешь язвы страшные, И в адских муках помираешь. Военный, Чтобы в летом ноди Иметь здоровье спецназа, Ты выполняй все пункты строги Одну десятого приказа. Вы еще не устали от моих стихов? Нет, так. Есть несколько произведений, Называется «Поэма ужасов». Борис и коммунисты там, Душа и ровня на бою, Посвящается первому сигарету Свердловского коммун КПСС, Борису Николаевичу Ельцину. Душа и ровня на бою, И с печали, Правду горькую искать мне нельзя, Коммунисты Бориса поймали, Чтоб всю правду Бориса сказал. Ну ладно. А потом, значит, азербинты. Поймали азербинты, Стали издеваться гнусно, Сказали «Черный очень ты, Плохо говоришь по-русски, У тебя прописки нет, И ходишь по асфальту в тапках, И за собой не гасишь свет, И любишь на халяву бабки, Ну и так далее. И третье поэмо ужасов Называется «Офицер и ветераны». У нас в части есть день части, Когда приходят ветераны. Ветераны, они сначала приходят скромные, Потопившие взор, И вот самые огненные начальники, После того, как становятся ветераны, Они сразу как-то теряют остроту и нокаут, И становятся просто хорошими людьми, Здороваются с тобой все время, И вот после того, Как мы садились со стола, Они потихоньку начинают забывать, Что они ветераны, В них все бурлит, И они начинают потом бурление, Переходят в практическую область, И, значит, Поймали ветерана-офицера, То есть несчастные люди, Которые поделяют к ним на сопровождение, С ними происходят разные забавные вещи после этого, Потому что, конечно, пьяный офицер, И это, конечно, смерть. Поймали ветерана-офицера, И стали его водкой поить. Прости, прощай, военная карьера, Прервется молодая жизнь и нить, Они ему заразы подливали, Не давали даже закусить, И выпить за Россию предлагали, Чтобы офицер не вздумал закосить, За родину, За дружбу, За веру, За честь и совесть, А потом за ум, И песни, Стенафильма, Офицеры, Температуру повышала, Думки все поют, А, герои, Он поднимался с ними и садился, И пал, Плакал, Адинада, Хохотал, И для войны уже он не годился, Как разведенный феном пропитал, И он сдавал на мужество экзамен, Мужчина, Офицер, И патриот, И пил, И пил, Буквально с токонами, И по щелу его строился пот, И он упал лицом в свою тарелку, В салат густой и мягкий оливье, Как тот герой, Погибший в перестрелке, В атаку наступавшей по траве, И захрапел, Раскатистоязычно, Радость вызывает, То есть пух, Но так красиво и патриотично, Что ветераны зарыдали, Друг, Они себе сказали, Ветераны, Ельцин Борис Николаевич сокращенно ЕБН, Это им вот так в дубе звали, Пусть развалил Россию ЕБН, Вот он наш геройки на экраны, И родину поднимет он с колен, Пусть кончатся снарядные патроны, Пусть кончатся и воздух, и вода, Есть кадры в Министерстве обороны, И все они решают, И всегда, Вроди, Пусть донесется песня эта, До пресловутых одиозных мест, Нас не словить ни осенью, ни летом, Нас Бог не выраст, А свинья не съест. Ну, наверное, я спою еще одну военную песню, Переду к однолыжной части, Спасибо людям, которые пришли, Подтавшись на мою рекламу, Ребята, я, Я был готов к этому, Что вы придете, Но просто, Когда пришли, Было в зале все три человека, И так, И я думал, что все уже, Все, Обойдется, Нет, Не обошлось, Извините. Объективная реальность, Данная нам ощущениях, Это то, Что Россия Всередневно Приходится воевать. Вот знаете, У меня такое чувство, Что вот этот вот так называемый кризис, Это сделано специально, Чтобы нас задавить. Потому что как-то мы стали вырезать, Стали покупать Всякие клубы за границей, И вообще нас стало видно. А ведь такая страна, С такой территорией, С такими ресурсами, У нее не должно быть Национальной идеи, У нее не должно быть Самостоятельного, Вообще, Какого-то курса, Потому что она просто всех Автоматически в угол поставит, Снимет штаны и выпалит. Вот. И, да, Ну ладно, Это мое мнение, Это мое мнение, Я никого не призываю, Ни к чему. Да, Я поэтому хочу сказать, Что защита Отечества, Это дело, Это дело каждого человека, Неважно, Формерное, Мы все в форме, У нас у всех воевали, Родственники в Великой Отечественной войне. Вот. И мы все продолжаем воевать, Тем, что мы здесь живем, Тем, что мы слушаем музыку, Тем, что мы какие-то Свои собственные мысли имеем. Вот. И, ну, в общем, ладно. Долго я еще. За космом осенние ветки, Ветер трогает мокрой рукой, Я полковник военной разведки, Берегущий ваш сон и покой, Плещут ручки, Встали я, как патрон, Боевая в графине вода, И четыре моих телефона, В бой на подвиг готовы всегда. За спиной пустыни Афгана, И блестящие пульсоветвики, Я гляжу на заставку экрана, Где на Петре мои мужики, Там все было нормально и просто, Здесь душманы, Тут мы, там союз, Там мои лейтенантские звезды, По достоинству всем воздают. Там за спиной и Пушкин, и Гагарин, Большой театр, и СУС, Далья Арбат, Страна родная, что берет и дарит, А я ее, странный родной солдат. Дома смотрят веселые дед, Всех гнетет на болевший вопрос, Что, полковник военной разведки, Кроме славы домой, ты принес? Ох, полковник разведки военной, Кто бы идею мне подложил, Как бы жить, защитить во вселенной, И семье дополучить и дожить? Так устроена эта природа, Сколько криками свет не висит, Гарри с Пушкинского перехода До сих пор в этом гепе висит. Я привык говорить осторожно, Но поверьте уж, на слава мне, Эта жизнь без меня невозможна В нашей славной и скучной стране. Я уйду из тревожного списка После всех неудач и побед На дорогах разбитых российских Ветры пылью замоют мой след Но останутся буквами текстов Мыслей, точностью, четкостью фраз Моё имя, что вам неизвестно, Разум мой, сохранивший всех вас. Моё имя, что вам неизвестно, Разум мой, сохранивший всех вас. Там за спиной и Пушкин, и Гагарин, Большой театр, Иисус, Дали Роба. А страна родная, что берёт и дарит, А я её странный родной солдат, А я её странный родной солдат, И в трепках в парке каменный солдат. Мы присоединяемся иконе Держать, пока из глаз не брызнет То равновесие на склоне, То равновесие на жизни. Пусть отражает небо лужи, А ты готов по счёту три Таким же быть, как все, снаружи, И ненормальным изнутри. Давай полетим мы Это небо сегодня Господь Приготовил для нас Взбив своими руками Верхушку вершинных снегов И земля под названием Гор Этот Кавказ Объясним нам всю суть Без простых человеческих слов Давай полетим Праворукая тачка Растолбанного бытия Там, где лево и право Не сразу сумеешь найти И блестящая прошлая слава Потухший баяк Нам желает Бессильно удачи На этом пути Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него твоей тоске Слишком далеко А давай с тобою, друг Просто полетаем Прикоснувшись к атласу небес Жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Ты ведь помнишь, старик, этот первый Единственный раз Как запела, зажглась, заиграла Под солнцем душа И блестящая налить осколков Серебряных фраз Наконец перестала тебе Своим светом мешать Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него твоей тоске Слишком далеко А давай с тобой, друг Просто полетаем Прикоснувшись к атласу небес Жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай, полези Считается приятным наесться жирной пищей, метиловую спинку в себя залить стакан, и сонным очень видом в глубоких лесках сидя рассказывает друг другу журнальные статьи. На втором чьи дети, угры покрыты кашей, и камни под буграми, а сбоку рыхлый снег. И как бы ты ни старался, но ощущение страха тебя там потедает день только на шестой. Вот одеваем лыжи, и все, что к лыжам надо, замерзнув в шатком кресле, ты заезжаешь вверх и мчишься вниз по склону, как эпилект и корчась, как уже дефицитный спортивный инвентарь. Себя ты представляешь смелым и отважным, и умным и умелым, и стенд на костеле. И тянешь вниз по склону, в невыразимой позе, на той поры покуда, и умножишься по гор. А на тобой хохочут товарищи из кресел, которых наш подъемник наверх везет пыхтя, а вот они вот часто едут, и будут точно так же горячиться на склоне, вызывая смеси мерзения с ужасом. Мы с вами все уроды, задвинутые башкою, что гордым мазохизмом, который год больны, на самое плохое, ребята, что и людей нормальных, все время заражают, мне только, своим. Наш крутой инструктор дядя Колин, белушик, малоник и гроза, за пятнадцать дней езды без коля, много рассказал и показал. А потом сказал, как отчик лыжи, должен знать самец и человек, главное, ребята, в горных лыжах, на горе не кушать желтый снег. Я потом немало бед на трубе, жизненном пути преодолел, через шторм вышел и через бурь, и немало сел он сладый, где. Покорил в Нью-Йорке и Паризе, посетил и еду с веком спе, потому что никогда на лыжах на горе не кушал желтый снег. Желтый снег, желтый снег, его не кушает человек, весь влаговыжный век. Ты не кушай желтый снег, люди мира на минуту встанет, прекратите дурака валять. Правдивым глазам в суровой глянде, рано стало, будучи водля. Желтый снег, желтый снег, его не трогает человек, весь в свой гранат и жду вверх, ты не кушай желтый снег. Желтый снег, желтый снег, его не трогает человек, весь в свой гранат и жду вверх, ты не кушай, ты не кушай желтый снег. Желтый снег, желтый снег. Желтый снег, желтый снег. Как уже было вышесказано, давай еще одну коммуналожню и спойму. Две. Играет музыка Вы, всех печалей выше Голубая крыша Небо так близко Голубая крыша Выжженный пергамент Где-то под ногами Птицы облака Я пролечу над ними Склон меня обнимет В снежный брызг огне я Словно брызги эти Небесон и светел Над землей лечут Ты увези Подъемник нас От нужных дел И ненужных прав От мудрецов И дураков Туда, где дышится легко Туда, где в небо и полет Чего нам так не достает Чего нам так не достает Чего нам так не достает Минь и тепла и света И ветров и снега Сверху синилый мир Злой незнакомый Чистый, невесомый Солнце склонный Вы и я Пролечу над ними Склон меня обнимет В снежный брызг огненья Словно брызги эти Небесон и светел Над землей лечут Ты увези Подъемник нас От нужных дел И нужных прав От мудрецов И дураков Туда, где дышится легко Туда, где небо и полет Чего нам так не достает Чего нам так не достает Чего нам так не достает? Перед вам, нашим человеком сегодня. Я, естественно, хочу поделиться радостью, что я женился. Дорогие друзья, джинамы, в первую очередь, джинамы, в первую очередь, джинамы, в первую очередь, джинамы. Которая сегодня здесь присутствует. Мне очень приятно, что, хотя она слушает мое письменное творчество уже практически три года. Ну что, за это время нам, вот, мальчику от заделок удалось. Благодаря этим песням. Я хочу, Катюш, до тебя спеть. Вот. Следующую песню, которую я все время пою. Ильин Владимирович, художник. Нарисуй мне себе этот кусочек. Дело в том, что Екатерина Ивановна, человек жутко талантливый. Она ей стихи пишет, лучше, чем я, гораздо. И, естественно, хороша собой, молода. И нарисует потрясающие картины. Вот. Когда я эти картины вижу, я думаю, что я бы сам так нарисовал, если бы умел, конечно. С годами реже, но сильнее. Куда от этого деваться? И каждый следующий раз блестит алмазом впереди. Наверное, в сорок лет у меня и в два раза более, чем в двадцать из-под небесной вышины на землю. Человек летит. Нарисуй мне себя Нарисуй мне себя Нарисуй мне себя Нарисуй Нарисуй мне себя Каждый мини В каждую строчку Ты желание моим Адрисуй Полюбуйся На берег туманный На густой Неподвижный Закат И горячий Бесстыжий Желанный Распустись в моих сильных руках Нарисуй Нарисуй себя Сильный И смелый Только я твою А не другой Нарисуй свою душу и тело Освепительною И ногой Чтобы Всток Заходился Под лёбра Чтобы Кровь Застучала Виски Нарисуй Свои Плечи И бёдра И ресницы Свои И соски Чтоб Пылала Под Кисью Бумага Чтоб Держала Полночная Мгла Чтоб Твоя Твоя Своя Своя Ароматом Сводила Сума Чтоб Летом Было Вовками Чтоб Скрипела Под шагом Зима Мы Когда-нибудь Жизнь Береги Без себя Доведем Городом Ума Станем Тихи Чемны И На обмен Чувства Сможем Держать На Лесу Мет . Нарисуй мне себя, нарисуй А пока наполнены вены Нарисуй мне себя, нарисуй Нарисуй мне себя, нарисуй Будем бить из колодца измен Наших тайных желаний в лесу Ведь покой, у тела есть тюрем Нарисуй мне себя, нарисуй Нарисуй, нарисуй 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 мне себя Нарисуй 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 Браво! Спасибо Дорогие наши дамы, все готовы у вас всегда целовать и обнимать нашу дочь и вашу мать. Постоянно днем и ночью мы вас любим очень-очень, и зимой, и в день весны, без троту и выходных. Мы любить вас будем вечно, если вы для нас конечна будете вязать и шить, и варенье телепить. Мы готовите стирать, поликать и вытирать, в магазин ходить запьем, завиваться все надеем, успевайте запомнить. А еще, при том, при этом быть причесанной, одетой, при том, прикрасной рука, быть кокеткой, если так, выглядеть как королева. Не верить, чтоб налево, чтоб сгорали от ласти и все в груди мужики. Ну, с работы надо встречать, телевизор нам включать, наверное, сладкие песни петь, но на ухо не храпеть. Быть готовы в трудный час, защитить себя и нас, после буря, чтоб любой мужа донести на мой. А не придя на край земли, утречка, а похабелить. А за это, так и быть, будем мы вас всех любить. Девчонки, с 8 марта перерыв. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так вот, да. Мне стыдно, мне нужно это сказать. Потому что ваши деньги пойдут на поддержку бедных военных авторов-исполнителей Которые нафиг никому не нужны Спасибо большое Первое деление закончено, слава богу Второе деление будет круче первого сто раз Потому что у нас сегодня с нами замечательный человек Классик нашей песни и военной ее части Игорь Николаевич Морозов Он пришел, тихо сидит в соседнем помещении Через 10 минут он начнет петь Это все